Борис Годунов Это постановка Большого театра 1948 года. Глубоко знаменательно, что самые замечательные артисты, певшие партией в Борисе Годунове, находили как бы себя заново, открывали себя себе и слушателям именно в этой опере. В этой опере нет двух похожих ролей. В этой опере все партии, не только психологии героев, но все партии написаны как бы различным языком, в разном колорите, в разных тональностях, в разном авторском решении. В этой опере пели такие замечательные русские певцы в заглавных партиях, как дедушка русской оперы, как называет его мусоргский Осип Афанасьевич Петров, как гениальный Шаляпин, который спел Бориса, готовя партию под руководством Рахманинова. Да в Борисе он спел еще три роли – царя Бориса, Варлаама и летописца Пимена. В 1908 году Борис Годунов, как говорят исследователи, прорубил окно в Европу. Шаляпин пел в Дягилевской антрепризе. В 1908 году в Париже Бориса Годунова. И с этой поры начинается триумфальное шествие оперы по всему миру. Борис Годунов ныне идет на всех крупнейших оперных сценах мира. Устраиваются специальные фестивали, в которых исполняется эта опера на открытом воздухе. Партия царя Бориса – это пробный камень для самых знаменитых басов нашего времени. Когда мы говорим о своей отечественной сцене, то мы с благодарностью вспоминаем имена таких замечательных певцов Большого театра, как Пирогов, Рейзен. Мы прислушиваемся к нашим современникам, потому что каждый находит в царе Борисе те черты, которые наиболее близки его дарованию. Один поет царя Бориса – человека, терзаемого совестью. Другой поет царя Бориса – правителя и властелина. Третий поет царя Бориса более лирично и более интеллектуально, если можно так сказать. Но, вероятно, ни одна роль, я повторяю, в этом спектакле не проходит вот таким постоянно неизменяемым стандартным образцом. Даже такая роль, как роль Юродиова, замечательна. Эталонно спетая Иваном Семёновичем Козловским в своё время. И она становится для нас всё более и более важной, значительной, глубокой, многосложной. И она всё более и более подвергается исследованию творческому исполнителей. Сейчас, когда мы будем продолжать слушать оперы, мы встретимся с явлением, о котором я уже упомянула в начале, с явлением, которое можно назвать «Мусоргский драматург». Он поразительно чувствует дуализм жизни, противоречие контраста явлений, столкновение добра и зла, народа и самодерца, мрака и света. И вот в той сцене, с которой мы сейчас начнём, в польской сцене, в сцене у фонтана, мы становимся свидетелями поразительного поединка. Григорий Отрепьев, перебежав границу, назвав себя царевичем Дмитрием и стремясь снова вернуться в Россию, уже претендентом на престол, встречается с Мариной Бнишек. Пушкин, работая над Борисом, говорит, это была удивительная красавица, ей владела только одна страсть, но до такой степени сильная и неистовая, что трудно себе вообразить. Эта страсть, говорит Пушкин, чистолюбие, и вот чистолюбие движет не любовь, хоть они играют в любовь, но не любовь, а чистолюбие движут прежде всего Мариной Бнишек и самозванцем. Вот это сцена поединок. Затем следующая сцена поединок, сцена у Василия Блаженного. Царь после молитвы спускается, как бы умиротворённый, как бы величественный, а к нему народ на коленях, ободранный, нищий, обугленный страданием, хлеба голодным. Не только музыку, но и слова этого хора великого страдания, написал сам Модест Петрович Мусоргский. Вот оно, самодержавие. В этом поединке страдания и гордыни. И как голос помолиться, юродивый, нельзя молиться за царя Ирода. И следующая сцена, сцена поединок, сцена под кромами, сцена, в которой Мусоргский, как бы развивая линию народа, приводит её к кульминации от первого пролога встречи с народом, когда он из-под палки вопит, кликая царя на царство, Мусоргский ведёт свой народ к последнему его явлению в сцене под кромами, бунтующий народ. Расходилась, разгулялась, сила молодецкая. Но это стихийный бунт, и остаётся на сцене маленький человечек, юродивый, плачет, жалуется. И нет жизни самодержцу. Умирает царь Борис. Так заканчивается опера Пушкина-Мусоргского Борис Годунов. Борис Года-Мусоргского Борис Года-Мусоргского Борис Года-Мусоргского Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Симон. ... 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